Саляму алейкум. Почему палестинцы не самый притесняемый народ на этой земле? Алейкум асалям. Почему люди так хотят в этом хит-параде притесняемых народов занять первое место? Дорогие друзья, мы не против. Мы бы с удовольствием отдали этот пьедестал кому-нибудь другому. Но вряд ли вы будете рады получить это высшее место в этом хит-параде, поверьте мне. Палестинский народ, он конечно притесняемый народ, но нигде в этом мире он не притесняемый, кроме как на своей родине. Вот почему он не самый притесняемый народ. Притесняемым народом в мире может считаться тот, ну самым притесняемым, который притесняется во всем мире. На который тот народ, который во всем мире воспринимается как какой-то плохой, когда ты принадлежишь к этому народу, изначально это уже воспринимается как отягчающее обстоятельство. Это уже вызывает какие-то подозрения. Вот это является притесняемостью, преследуемостью мировой. И когда мы говорим о мировом преследовании, сразу же приходит в голову в первую очередь, конечно же, евреи, которые действительно преследовались во всем мире, практически. Опять-таки, когда мы говорим во всем мире, мы ведь не имеем в виду, вообще каждую страну и каждого человека нет. Ну, большинство, как бы, тех стран и мест, где они проживали, там они преследовались. Поэтому мы говорим о таком мировом преследовании массовом. И, к сожалению, сегодня таковыми стали мы. И мы этому не рады абсолютно. Если вы хотите с нами это оспорить, забрать у нас это, никаких проблем с удовольствием бы отдали кому угодно. Ас-саляму алейкум. Арабы говорят, что их везде притесняют. Африканцы говорят, что это их мучают везде. Таков ответ мне, когда я говорю о притеснении чеченского народа. Ас-саляму алейкум ас-саляму. Но сказать можно все, что угодно. Допустим, чукчи, живущие далеко на Чукотке, могут, в принципе, тоже так заявить подобное. Сказать, что вот они притесняемы, потому что живут далеко на севере, нет никаких нормальных условий. Ни ЖД, ни автобусного сообщения нет, только иногда летают самолеты. И они будут правы, в какой-то степени у них действительно тяжелая какая-то ситуация. Причем она у них такая веками, они там до сих пор передвигаются на собачьих повозках. И можно сказать, что Россия в целом как-то не сильно заботится об этом регионе и пытается его как-то развить. Поэтому, в частности, когда они будут говорить, что нам плохо, они будут правы. Но когда мы будем говорить о таком мировом притеснении, о преследовании во всем мире, они не пройдут элементарную какую-то аттестацию в этом вопросе. Понимаете, африканцы, это, ну, ты не можешь так, ну, понятно, что это как бы всех выходцев с Африки можно назвать африканцами, но нет такого, что вот это какой-то единый там этнос или какая-то единая группа, и они такие вот преследуют. Такого же нет. В целом, в Африке, в большинстве, наверное, стран Африки положение тяжелое. Но нет такого, чтобы они где-то преследовались, чтобы они приезжали в какие-то страны, допустим, и на них смотрели как на преступников, на террористов. В зависимости от той или иной страны, там, где-то кому-то из них будут, наверное, относиться лучше, кому-то хуже, но в большинстве своем у всех этих людей есть свои государства на родине, у которых у них есть какие-то свои проблемы, но какая-то опора у них есть. При этом нет никого, наверное, в этом мире, у кого не было бы проблем. Однако чеченцы сегодня не имеют своей родины. Конечно, у нас есть своя земля, но под родину я имею в виду своего государства. Наверное, даже правильнее будет высказаться, сказать так, мы не имеем своего государства. То есть мы имеем свою родину, безусловно, но у нас нет своего государства, так как оно оккупировано. И у нас нет проблем в своем государстве, понимаете, это разные вещи. Когда у тебя есть свое государство и в нем проблемы, это одно. Но когда у тебя, в принципе, его забрали, у тебя государство оккупировали, и те, кто тебя оккупировали, сегодня и представляют якобы твой народ, то есть ты являешься гражданином той страны, которая, по сути, тебя и оккупировала, убила 300 тысяч твоего населения. И когда ты, куда бы ты ни приехал, тебе говорят, а ты, товарищ, вот гражданин этой страны, страны, которая тебя и преследует, страны, которая тебя больше всего представителей твоего народа объявила в международный розыск, и у тебя нет никакой защиты, и куда бы ты ни приехал, изначально к тебе отношение такое, что ты какой-то неблагонадежный, вы чеченцы, вы все либо любите воевать, либо представители кадыровцев, когда вот такое вот отношение к вам, но ты чувствуешь вот эту вот, эту несправедливость и это преследование. Я бы вообще не стал, наверное, спорить с людьми, которые как-то пытаются оспорить вот это, сказать, нет, там мы, допустим, самые преследуемые. Отдайте им этот пятистал, скажите, окей, вы самые преследуемые ребята, хорошо. Я не совсем правильно высказался, точнее, они говорят, что мы не одни такие, которых мучают. Но здесь, наверное, они правы, но вот какие такие? Если мы смотрим по уровню, то мы одни такие. Пусть назовут какого-нибудь другого, какой-нибудь другой народ. Пусть назовут в этом мире, чей представитель, допустим, сделает что-нибудь во Франции, а страдать будет весь этот народ. Пусть назовут, например, такой народ. Вот. Нет, друзья, это все очень легко опровергается. Так, томсо хайн хайп пейт хольш цахалич халуан гах болы вежерщи гулг. Ха ха мацаду ах, говорит. Шейх Мансур, ты про каких наших вежери говоришь, которые халуан гах, которые трудности в переводе, про которых, по твоему мнению, я не говорю, из-за того, что по этому поводу нет хайпа. Ты меня сейчас в хайпожорстве каком-то обвинил, получается. Тогда назови уж, что это за такие братья наши, которые в трудности, о которых я не говорю. Я знаю многих людей, которые в трудностях. И, наверное, самое трудное положение у тех наших братьев, находящихся в заключении в российских тюрьмах, которые без всякой вины, просто из-за того, что они вышли защищать свою родину в свое время, за это на них сфабриковали какие-то уголовные статьи, обвинили их в терроризме, в экстремизме, в незаконно вооруженных формированиях, в бандитизме. И они сидят в тюрьмах. К сожалению, даже когда их срок, назначенный им судом, заканчивается, подходит к концу, их не выпускают, их либо убивают, либо добавляют к ним какие-то сроки. Эти люди, на мой взгляд, самые халвангах, то есть находящиеся в трудностях. И об этих людях я говорю. Не знаю, почему ты обвинил меня в том, что я не говорю из-за отсутствия хайпа. Если ты имеешь в виду каких-то других людей, которые в более тяжелом положении, чем эти наши братья и сестры, то объяви их, пожалуйста. Я говорю об этих братьях, которые в тюрьмах в том, что так о них я говорю, у меня немало роликов, эфиров, в которых мы упоминаем конкретные случаи. Или я не знаю, что ты именно подразумеваешь, что мы в каждом эфире просто озвучивали, что есть в тюрьмах у нас братья, и они в трудностях. Если обвинение в том, что я в каждом эфире не начинаю эфир с этих слов, то, ну, может быть, оно у тебя обосновано. Но, наверное, если об этом говорить так, то это станет какой-то обыденностью для людей. Нужно упоминать конкретные случаи, конкретные моменты, указывать на них. И это я пытаюсь сделать. А вот что касается обвинения в хайпожорстве, я думаю, здесь это как раз та тема, которой меня никто не может обвинить. Я даже те моменты, на которых я поймал волну хайпа, говоря по-современному, то есть получил некий прилив популярности, поймал эту волну, все эти темы касались исключительно моих врагов. Я, если даже их хайповал, я хайповал на них, на критике этих врагов. Никто меня не может обвинить в том, что я хайпанул на какой-то хайповой теме никогда. Если я хайповал, то я сам создавал этот хайп. Я выходил в различные эфиры с этими своими врагами, и это становилось популярным. Не потому, что они были популярны, а потому, что я с ними общался, и это становилось популярным. Поэтому никто меня не может обвинить в том, что я какие-то беру хайповые темы и на них паразитирую. Что ты думаешь про исламскую революцию в Иране и про Айятулуха ныне? Ваалейкем ассалям. Но я, конечно, не в восторге от этих ребят, но, по-моему, лучше этот вопрос задать народу Ирана, что они об этом думают. Прежде всего, они должны решать, хорошая это революция или плохая, как она сказалась на них, на их жизнь.